МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уровень образования в средних школах Таджикистана стремительно падает. Новый предмет – школа государственности Эмамали Рахмона. Уровень знаний учащихся таджикских средних школ оказался катастрофически низким. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Таджикистана Хуршет Икроми. Оказалось, что осенью 2016 года в таджикских общеобразовательных школах среди учащихся 11-х классов были проведены экспериментальные тесты. Ученикам было дано задание написать сочинение на таджикском языке на историческую либо культурную тему. В эксперименте приняли участие 28 общеобразовательных школ Душанбе, Вагдата, Рудаки и Гисара. Работы оценивались по следующим параметрам – содержание работ, количество стилистических, орфографических и пунктуационных ошибок. Для определения уровня грамотности была установлена шкала с максимальным количеством в 24 балла. По итогам тестирования выяснилось, что из 916 участников 720 набрали менее половины от максимального количества баллов. Лишь один участник тестирования набрал максимальный балл, то есть 24, и всего двоим удалось набрать по 23 балла. В итоге большинство участников тестирования набрали не более 8-9 баллов по 24-бальной шкале. Причем организаторы тестирования сообщили, что подобные показатели являются самыми низкими за всю историю среднего образования в Таджикистане. В этом году государственные чиновники и будущие дипломаты начнут изучать новый предмет под названием «Школа государственности Эмамали Рахмона». Таджикские ученые завершили работу над проектом введения в систему образования нового предмета и направили его на утверждение в Академию наук Таджикистана. Об этом сообщил в беседе с Радио Азади 8 февраля заместитель ректора Института управления при президенте Таджикистана Хамидхон Нуриддинов. Нуриддинов, комментируя свою инициативу, заявил, что президент Рахмон на протяжении двух десятилетий показал, как он выразился «великое искусство управления государством», в связи с чем все государственные служащие должны изучить положительный опыт Рахмона. Следует напомнить, в 2016 году лояльные к режиму чиновники, дабы угодить президенту, уже ввели в некоторых вузах Таджикистана новый учебный предмет под названием «Эмамали Рахмон – архитектор нового государства таджиков». Наблюдатели отмечают, что секуляристский режим Рахмона стремительно деградирует, а таджикские чиновники окончательно превратились в придворных, использующих любую возможность для того, чтобы польстить своему королю. Если даже не говорить о незаконности в своей основе правления этого тирана по придуманным и противоречащим исламу законам, то объективный взгляд на результаты правления правящего режима проясняет, находящийся у власти в течение более чем 20 лет Рахмон более чем далек от того, чтобы называться успешным государственником. Сегодня народ Таджикистана изнемогает под тяжестью огромного количества насущных проблем в жизненно важных областях деятельности государства. Так, например, на сегодняшний день линии электропередач абсолютно отсутствует в около 180 населенных пунктах по всей стране. У 40% населения же вообще отсутствует доступ к чистой воде. К среднему классу относятся не более 22% населения страны, в то время как большинство живут за чертой бедности. Согласно оценкам международных организаций, Таджикистан является одной из самых бедных стран региона. А что же касается вопроса о том, кто же все-таки является лучшим объектом для подражания в качестве государственного деятеля и политика для народа Таджикистана, то в качестве ответа стоит упомянуть высказывание известного английского писателя 20 века Бернарда Шоу, который сказал, «Если бы человеку, подобному Мухаммаду, суждено было единолично управлять нынешним миром, он преуспел бы в разрешении его проблем, тем, что в свою очередь принесло бы этому миру покой и счастье, которых ему так не достает. Я изучал его, человека удивительного, его следует назвать спасителем человечества». Таджикистан Очередное ужесточение в отношении мигрантов и стран-участниц ЕАЭС 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 Продолжение следует...